Друзья, доброе утро, это программа «Включайся», мы продолжаем и готовим по традиции прекрасный завтрак. А готовим с кем? Готовим с Олей под оленчик. Оля, доброе утро. Оля, привет. Доброе утро, ребят. Как всегда, и готовы что-то приготовить. Что-то приготовить. А по ингредиентам догадаетесь, нет? Мука, сыр, непонятно что, яйца и масло. Давай так, что-то бюджетное, но что-то, очевидно, сырное и очень вкусное. И сытное. Сытное, не угадали. Как? Не угадали, да? Это плов. Это хачапури. Хачапури, класс. Будем готовить ленивые хачапури. Хачапури на сковородке. Абсолютно. А почему ленивые? А, кстати, да, а почему ленивые? Потому что ленивые. Потому что мы готовим. Но хачапури на самом деле готовятся немножко не так. Это довольно сложный процесс. Сложный и долгий. Да, у нас это все будет намного проще, но от этого не менее вкуснее. Оля, что делаем? Так, смотри, ты натирай сыр. У нас моцарелла и адыгейский сыр. Маша, я тебя попрошу, кефир вливай сюда. Так. Спасибо. Отлично. Сколько кефира здесь, кстати, примерно? Пол-литра. Пол-литра, хорошо. Пол-литра. И мы добавим, смотрите, я вот прям рукой, прям щепотку. Разрыхлителя. Это не разрыхлитель, это сода. Сода. Мы ее не гасим, потому что кефир у нас это кисломолочная, сода погаснет сама. Вбиваем одно яйцо. Одно яйцо. Одно яйцо. Посолим обязательно эту всю историю. Это сахар. Не перепутайте. Размешиваем рукой. А, вот так. Не зря же мы в перчатках. Да. Я замечу, наши ведущие всегда делают это вот так. Ну, хочется погрузиться полностью. Не бойся, Маш, активнее. А это мы поломаем. Он такой довольно ломающийся. Я попрошу тебе передать нам муку. Я буду Машке высыпать муку. Оля, а вот правда важно именно руками это делать? Конечно. Тесто любит вообще руки, я знаю. И это не просто какая-то там фраза, что любовь важна, да, во время приготовления. А действительно, руки, во-первых, чувствуют тесто, а во-вторых, это все-таки энергетика. И вот когда делаешь выпечку какой-то хлеб, конечно, вот то, что мы вкладываем туда, такой результат получается. Может, ты перемешиваю, пока я говорю, я же не просто окрашиваю, рассказываю. А я что делаю? Как минимум, понимаете? Посмотри, как я делаю, посмотри, как у меня пенка появилась. Она, пенка появилась, пошла реакция соды, появились пузырьки, я не знаю, видно. Делали хачапури, и получилось латте. Да. Кефирное. Добавляем немножко, да, мы добавляем нашу муку. Так. Какая густота должна у нас получиться? Тесто, которое мы можем прям вот, чтобы оно такое было, знаете, не забитое, но руками, чтобы лепить мы могли. Ну, надо еще. Нет, конечно, надо еще, я вижу, что надо. Ну, мы делаем потихонечку, постепенно. Да, постепенно. Ну что, наше тесто готово, посмотрите, какое оно получилось, не забитое. Потому что Герма очень переживал за кадром. Довольно мягко и эластичное. Мы будем делать из него сейчас наш хачапури. Смотри, я попрошу тебя все-таки смешать нашу начинку. Два вида сыра. Мы дорезали тут еще немножко укропа. Можно использовать кинзу, если кто-то любит, либо петрушку. Так, мы у тебя возьмем ножик, с твоего позволения. Ты смешивай, смешивай. Так, а что мне надо сделать? Смешивать как? Замер. Как мне смешивать? Просто все это хорошо. Надо, да, два вида сыра, надо смешаться. Мы пока разрежем наше тесто. Так. Ой, как красиво. Подготовим такие, ну, вот кусочки небольшие. Так, у нас была где-то скалка. Так. Так, я пока включаю нашу сковороду. Раскатываем. Так, ты смешал? Да. У меня салат-мимоза получился. Не проще ли, Оля, а это было бы сделать в миске? Ну, как бы, я и думала, что мы сделаем это в миске, но что-то пошло не так. Ладно, давай. Герман, разволновался. Украду немножко нашей начинки тут, которая более или менее смешанная. Смотрите. Ну, такое бывает, Оля, мы же знаем, что ты преподаешь мастер-классы для детей. Поэтому психика у меня как бы нормально, стабильная, да. Смотрите, мы защипываем вот как манту, грубо говоря, манты. Так. Как хинкали. Ой, как хинкали. У нас получается хачухинкали. То есть, грубо говоря, мы положили начинку и еще раз раскатали, у нас получился вот такой вот блинчик. Нагревается наша сковородка. Мы не льем масла на нее. Потому что масло. Потому что мы не льем на нее масло. Потому что иначе это получится чайбуреки. Ну, это будет жирно и не очень вкусно. А так у нас блюдо диетическое, между прочим. Практически. Слушайте, а что можно еще в начинку положить? Я знаю, что... Можно, кстати... А можно сделать и сладкий. Я знаю, что если делать такое тесто, правда, не на кефире, то можно сделать начинку из яблочек, корицы. Это тоже будет вкусно. Это будет десертный хачапури. А это тоже интересно. Десертный хачапури. Сейчас где-то в стране хачапури, понимаете... Меня хотят захачапурить. Оля, а грибы жареные? Мне кажется, отлично. Да, зелень, грибы и обратно тот же сыр. Ну, в Грузии, кстати, я был в Грузии, готовят хачапури. Не только с сыром, а с другими начинками тоже. Поэтому, я думаю, у нас будет кто-то не наказывал. Шпинат, да, это тоже хорошая идея. Так, закрепляем это все. А можно мы попробуем так же сделать? Это очень красиво. Ну, я как бы вообще рассчитывала на то, что я руки сильно мазать не буду. Так, вы запомнили, да, как мы это делаем? Технология простая, да. На самом деле, да, очень просто. Так. Вот вторая лепешечка у нас готова. Все, вы сами, да, будете делать? Да, конечно. Давай, будем брать. Давайте. Давай скалку. Совместно. Мы можем уже обжаривать наши первые хачапури. Учитывая, что сколько мы уже делаем это хачапури, ленивые, я так понимаю, их назвали из-за нас, из-за тех, кто их готовит, а не из-за рецепта. Зато посмотрите, как это весело. Мы умудрились просто все засыпать вокруг мукой. Но зато как сближает, понимаете? Все время говорю. Сближает вообще, да. Сближает. Готовьте со своими родными, близкими, со своими детьми, готовьте. Это весело. Это правда. А потом еще это все и убирайте после этого. Это круто. Можно тоже прям всем семейным подрядом это делать. Ну что, завершающий этап. Не жалеем сливочного масла. Оля, как я люблю этот запах. Теплого сыра, сливочного масла. Ольга, спасибо большое. Готовили сегодня с Ольгой и подарянчик, но наш эфир продолжается. Доброе утро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!